здравствуйте всем привет целый день летаю на метле встречи бумажная работа собираем последние картоны кто что дает потому что завтра едем в польшу ну и вот напоследок дня еще и попросили меня поработать таксистом для футбольной команды шучу привезла сына на футбол с его друзьями практически восемь лет скоро будет как я здесь живу но я вот в этой части залез гитара залез гитар гита это называется звучит по-русски как масло масляное я ни разу здесь не было приятно удивлена потому что там поле занято второе поле тоже занята оказывается не вся молодежь сидит только со свитчами или как это там называется играми а все-таки увлекаются спортом молодцы здесь уже пробыла час я не знаю как долго эта тренировка затем обратно их заберу я честно вам скажу я уже замерзла но ничего это такая небольшая тренировка перед тем как мы поедем в польшу я слышала там холодно если меня кто-то смотрит кто в польше живет признавайтесь какая у вас температура потому что когда смотришь в приложении то не совсем понимаешь три градуса 4 это холодно здесь я уже замерзла поэтому завтра обратно снимаем весеннюю одежду надеваем зимнюю одежду в полдесятого утра у нас будет и бога 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 это когда мы принимаем этот бусик подписываем документы что мы его приняли затем мы едем одну аптеку это еще одна хорошая новость потому что это аптека нам дает еще несколько картонов там дезинфекторы там есть обезболивающие средства это мне вот буквально в последний момент позвонили и сказали галина все-таки у нас для тебя что то есть сегодня мне дадут еще три или четыре картона какая-то опять-таки тоже аптека готовила помощь но в машину это не поместилось и спросили не могу ли я это забрать конечно с радостью мы мы всему рады абсолютно всему поэтому сегодня вечером я распечатаю вот эти вот все штуки которые должны быть на картоне и возьму с собой наверное про запас и завтра мы все это обклеим сделаем где-то в обед мы выезжаем в польшу со мной едут также одна немецкая семья едет завтра уже познакомимся потому что я путаюсь с именами такое количество новых знакомств последнее время то есть кто-то сказал кому-то кто-то где-то там еще сказала бы так вот знать это как снежный комочек так сейчас посмотрю мы болеем за красненьких не за оранжевых они там чтобы их не пропустить это скажут где наш такси сделался поэтому вот что касается волонтерства это такое идет как снежный комочек когда один сказал второму потом третьему и вы так по чуть-чуть по чуть-чуть огромнейшее спасибо просто хочу сказать всем кто в этой акции участвовал house омалия залзгита лебенштейт валентина бюсов огромнейшее спасибо наш основной спонсор этой поездки ребята кто в хоре из флота я так понимаю там только немцы ага ауфи алихер слихин данк решать иньеды хильф и всем 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 кто что-то приносил отправлял давал большое большое спасибо завтра когда вы едем я думаю будет будет у нас больше видео будет у нас больше контента сегодня больше не получилось потому что весь день только за рулем я думаю сегодня еще до ночи будем ездить собирать оставшиеся картоны ну а завтра когда уже выйдем то слава богу уже тогда скажем так одним шагом ближе к тому чтобы уже это все сделать если меня кто-то смотрит сейчас кто на данный момент находится на корчевой перемышле это же рядышком там все пишите мне пожалуйста в личку у меня с собой есть 6 мест мы возьмем на всякий случай с собой детские сидушки как я уже говорила старики детки у нас приоритете возьмем с собой людей которые готовы учить язык которые готовы работать готовы интегрировать и готовы скажем так показывать что мы козацкого рода все всех всех остальных в общем действительно вот кто в помощи нуждается того с радостью возьмем еще раз повторюсь мы не являемся никакой организации какой-то официальной нет это все в частном порядке в частном порядке собрали понемножку там чего смогли в частном порядке едем в частном порядке назад привезем поэтому кому действительно необходима помощь кому никому никуда ехать и никому ехать не бойтесь ехать в германию германия это скажем так одна из самых стабильных стран в евросоюзе это та страна где никогда в жизни с вами ничего не случится более безопасной страны евросоюзе чем германии я не знаю скажу вам честно вот даже что касается детей дети не то что на первом месте дети здесь на самом высшем месте все кто уже приехал мы всех устроили в сады в детские школы люди когда видят что приезжает украинская семья все соседи это идет такое сарафанное радио сразу спрашивайте как какая одежда нужно какие размеры одежды какие там есть дети сегодня например мы ходили девочку украинскую устроили в школу мы пошли там такие элементарные вещи папки ручки карандаши в магазине взяли я объяснила продавцу на кассе откуда эта семья что с этой семьей и уже когда мы вышли из магазина она звонит и говорит а вы знаете о чем я подумала у меня еще есть рюкзак может быть вам рюкзак нужен и говорю спасибо нам рюкзак уже дали нам рюкзак не нужен но буду знать если вдруг мы еще школьников привезем то конечно конечно будем знать что есть что есть еще и рюкзак кстати вот такие вот вещи я всегда говорю с миру по нитке голому рубашка вот как-то это классно здесь функционирует и добрым людям всегда идут навстречу добрые люди и поэтому смотрите если вдруг меня кто-то смотрит потому что вижу что количество проценты других стран тоже растут вот кто меня смотрит я вижу это в приложении ютуба кого-то становится меньше кого-то становится больше добавляются другие страны если вам действительно необходима помощь у вас нет никаких знакомых в европе вы не знаете куда ехать пишите в описании под этим видео либо в описании канала стоит мой номер телефона что будет дальше происходить когда вы с нами все-таки поедете мы вас привезем в местный лагерь который находится в городе зальцгиттер не бойтесь пожалуйста этого слова лагерь конечно это не отель но вы там вас накормят вашу одежду постирают одежду еще и дадут есть где спать это раскладушки это не отдельные номера это общие комнаты из этого лагеря в порядке живой очереди город ищет квартиры и тогда вы в какой-то момент переезжаете уже в свою квартиру которую для вас арендует город также город вам дает социальную помощь то есть вы не будете с пустыми карманами у вас будет жилье у вас будут карманные деньги ваши дети пойдут в школу с детским садом здесь намного проблематичней вряд ли вот я вам честно скажу но тем не менее будут организовываться какие-то кружки то есть дети будут пристроены просто на первом месте я не смогу с собой взять людей кто едет с домашними животными потому что у нас в нашей компании из трех человек водителей два аллергика поэтому это к сожалению нет это тоже кстати важно упомянуть поэтому если вам ехать не к кому я вам объясняю как это происходит мы вас привозим в зальцгиттер я вчера ездила в этот азюль хале я там была встретила знакомого охранника я ему сказала смотри я могу приехать ночью я могу приехать вечером то есть назад я приеду на выходных что мне делать с людьми он говорит ну вообще-то лучше конечно если они пойдут и зарегистрируются зарегистрировать мы в городе их не можем на выходные он говорит ладно привозить поэтому мы не знаем кто с нами поедет сколько поедет но я думаю что мы добрых людей найдем которые в помощи нуждаются привезем этот лагерь поместим и уже из этого лагеря вам город найдет квартиру сколько это по времени займет я не знаю то есть это очень по-разному кому-то дали квартиру уже через неделю одна семья это мне рассказывали это было в берлине если не ошибаюсь из днепра девочка которая умеет играть на клавире она просто была в этом лагере для беженцев играла на клавире зашла немецкая фамилия женщина так понимаю них нет детей и она услышала как ребенок десяти лет играет на клавире она сказала я возьму всю семью вся семья это четверо детей и поселили у себя то есть состоятельные люди там я слышала четыре этажа пять туалетов и так далее но это вот такое да бывает да что кому-то везет вот так потому что девочка талантливая девочка вот так вот своей игрой на клавире просто в этом хале помогла своей семье ее семья быстрее из хале выбралась но в противном случае скажу так вот нормальные стандартные ситуации вы расселяетесь в лагерь в этом лагере вам ничего не угрожает еда есть где спать есть помыться постираться тоже есть и затем в порядке очереди как у города появляются свободные квартиры вас расселяют дают вам карманные деньги вы застрахованы медицинская страховка вас автоматически есть дети идут в школу засад я сказала рисовать красиво не будем в сады просто место добиться это нереально но город уже сказал мы будем организовывать какие-то кружки для украинских детей которые например сад пойти не могут то есть этим тоже занимаются там будут программы потому что дети просто вот вот так вот очень очень много уделяется внимание здесь детям и затем в зависимости от того я не могу сказать как это будет что касается нашей иммиграционной службы может быть будет разрешение на работу а может быть будет разрешение только на временное убежище это на всех землях по-разному очень по-разному кто-то уже получил ну скажем так если я сейчас скажу вид на жительство это громко сказано потому что в любом виде на жительство есть вписанные определенные параграфы вот у меня например спустя восьми лет жизни германии у меня без ограниченной даты вид на жительство со всеми ну как и скажем так у меня нет никаких здесь ограничений то есть мое пребывание здесь не отличается ни от кого другого кто имеет немецкий паспорт но есть также такие виды на жительство которые ограничивают работу то есть работать например нельзя и например этот вид на жительство только на год то есть не путайте пожалуйста вот эти вещи потому что когда мне приходится переводить для украинских семей в местной ратуше информацию они спрашивают когда нам а как это с видом на жительство я говорю виды на жительство бывают очень разные поэтому единственное куда сейчас еще никто из моих знакомых не попал это миграционная служба то есть вот люди которые приехали три недели назад которые приехали в начале марта вот в миграционной службе еще не был никто и им еще не дали никакой статус пребывания здесь может это отчасти даже хорошо их фильмы я просто надеюсь что вы знаете а украина украина а украина я Вышла девушка, которая для меня готовила кофе, ну немножко пообщались, говорит, это польский, я говорю, нет, это русский, я говорю, ты откуда, я из Украины, говорит, родственники есть, я говорю, да, где, я говорю, везде, но мы остаемся на позитиве, мы чем можем, тем помогаем, и надеемся на то, что это все как можно скорее закончится. Поэтому, кто надумает с нами ехать, вы поняли, да, лагерь, затем квартира, которую вам будут снимать, ютуб канал, вот, детки будут пристроены, и с вами ничего нигде не случится, может быть вас оставят здесь на год, может на два, этого никто не знает, дадут ли возможность работать, либо просто дадут возможность здесь в безопасности жить, этого мы тоже не знаем, но в любом случае, это лучшее условие, чем там, где многие, к сожалению, сейчас находятся, что касается женщин и детей. Хотя, я всегда говорю, но мужчины же тоже люди, правильно? Я говорю, чтобы вы знали, вы попали в кадр, чтобы вы потом не подали на меня в суд за персональные данные. Ладненько, мои хорошие, уже много чего сказала по поводу этой поездки, наконец-то завтра эта поездка уже, как говорят немцы, штат Финдет, начнется. Он говорит, если бы она помедленнее говорила, возможно бы и я бы ее поняла, я говорю, у нас время, 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 нам нужно только быстро. Так, я уже, так, у красники еще играли. У них до всех народа тимфопасса, да? Верхофен. Я абсолютно уверен. Верхофен. Путин будет больше и больше в энергию дрянь. Так, все, дальше началась политика, отключаемся. Всех целую, обнимаю, пока. Продолжение следует.